Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Сегодня у нас 22 августа, вторник, соответственно, мы двигаемся дальше по пятидневке и готовимся к симпозиуму экономическому формулу Jackson Hole, который стартует в этот четверг. Прежде всего, что нас будет интересовать, так это выступления председателей, руководителей центральных банков, таких как ФРС и Европейский Центральный Банк, соответственно, выступления Джанет Йеллен и Марио Драй. Почему? Потому что именно риторика озвученных представителей напрямую повлияет на то, что произойдет с курсами валют, которые стоят за экономиками Соединенных Штатов Америки и Еврозоны. Они, в свою очередь, сформируют настроение в отношении долговых рынков, настроение на фондовых площадках и позволят нам и дальше, собственно, спекулировать на тех идеях, которыми мы с вами руководствуемся. На протяжении последующих торговых сессий, напомню, что выступление драки состоится в пятницу, получается, в 7 по 10.00 по московскому времени. Поэтому, друзья, мы попробуем уже в пятницу все-таки подсобраться вместе с прочими трейдерами, отслеживая все дополнительные комментарии, которые будут появляться на рынке. Рыночное настроение попробуем определить перед его пресс-конференцией. Ну и, собственно, прикинуть, что же мы сможем получить по динамике главного валютного риска. Но, забегая вперед, могу сказать, что мой субъективный прогноз – это снижение главного валютного риска к отметке 1.15. Я попробую аргументировать свою позицию. Что касается представителя ФРС и, прежде всего, председателя Аджана Тагерин, то здесь будем снова внимать ее риторики, а то мы готовы ли все-таки американская экономика к росту процентных ставок. Изрядно уже мы зацикли, собственно, на показателе инфляции. Не только мы. Вообще позиция представителя ФРС – это отсутствие единогласного решения, потому что будет с процентной ставкой дальше. Но мы этот фундамент, в частности, детально разбирали вчера на вебинаре. Я предложил придерживаться позиции тех представителей ФРС, которые склоняются в пользу того, что исторические максимумы американского фондового рынка, а также рост заработных вкладов могут придать достаточное ускорение, простимулировать рост индекса СПИ, показателей инфляции. Ну и, разумеется, в конечном счете вытащить вот это решение в росту процентных ставок минимум еще раз до конца 2017 года. И о долларе мы тоже с вами продолжим говорить, в конве с прочими идеями. Но сначала давайте пробежимся по нашим традиционным инструментам, с которых мы начинаем каждый врифинг. Это динамика нефти и что в связи с этим происходит с курсом российского валютного актива. Клосс по бренду вчерашней торговой сессии 51.65, сейчас инструмент торгуется, в принципе, на тех же самых значениях, а чуть повыше. Важно отметить то, что наша с вами коррекция, на которую мы настраивались, не заставила себя долго ждать. Нам не пришлось, скажем, ориентироваться на отчеты предстоящие от американского инфектора нефти, от Министерства энергетики. Прямо в понедельник с открытия торгов на безновостном рынке мы увидели, как котировки потащили снова вниз. Распродажи были серьезные. Это практически те распродажи, которые свели к нулю результаты пятницы. То есть все стоимостные пункты, которые удалось быкам набрать под заключительные аккорды прошлой недели, пришлось снова отдать медведям. Да, мы не вернулись к отметке 50 долларов за баррель, но все равно, когда наблюдали уже локальный максимум 52.5, сейчас уже 51.70, это позитивный момент, указывающий на то, что позиции медведей по-прежнему довольно-таки прочные. Считается, что ралли, которое состоялось в пятницу, сформировало и образовало своего рода окно, которое, собственно, и поспешили заполнить технари на открытие этой недели. Ралли пятницы мы уже с вами связали с статистикой Baker News. По количеству медведей терминалов, то есть что сократилось на 5 единиц. Ну и еще были сообщения о пожаре на одном из крупнейших техасских медперерабатывающих заводов на устранение последствий. Возможно, понадобится несколько недель, а значит, есть предпосылки для еще большего снижения запасов, нежели мы даже наблюдали в рамках прошлой недели. Но, может быть, и так, статистика по запасам, безусловно, будет интересовать крейдеров, как и раньше. Но, помимо статистики по запасам, есть еще прочие релизы, которые ни в коем случае не стоит игнорировать. Вроде бы, друзья, вчера должна была пройти такая колуарная, негласная встреча, очередная встреча представителей ОПЕК с регионами, которые участвуют в энергетическом факте, но не входят в состав ближневосточного контейнера. Цель этой встречи снова говорить, обсуждать уже, даже не знаю зачем, нужно что-то предпринимать и действовать, а не только разлагольствовать по поводу степени исполнения, собственно, договоренности по ограничению добычи, то есть сути всего энергетического факта, который был подписан в конце 2016 года. Сейчас у нас уже восьмой месяц завершается, рынок нефтью по-прежнему не стабилизировал. Какой-то информации по поводу этой встречи, к сожалению, мне нарыть не удалось, может быть, даже она и вовсе не прошла. Я просто хочу напомнить то, что встреча уже была даже в начале этого месяца, те же самые цели, но самое главное то, что никаким итогом, результатом эта встреча не привела. Хотя нет, один результат все-таки был. Это еще более усилившаяся скепсис трейдеров вообще относительно эффективности того предприятия, который решили пойти представитель ближневосточного картеля совместно с прочими крупными производителями углеводородов, собственно, под закат 2016 года. Сейчас мы можем сослаться уже на последний доклад Международного и Наритического агентства, который указал рынку абсолютно, на мой взгляд, не доузначенно и неусмысленно, но такую неприятную правду для покупателей. Она заключается в том, что степень исполнения этих обязательств снижается. Квоты, они есть, они обозначены, они меняются, но мало кто придерживается в полном объеме, и это единицы только из-за всех участников Наритического пакта. А в целом можно сказать то, что уровень исполнения обязательств сейчас находится на минимальной отметке за все вот эти 8 месяцев 2017 года. Минимальный уровень исполнения обязательств это еще, во-первых, один признак того, что сделка не работает, и, наверное, уже предвосхищающий фундаментальный такой базис, указывающий на то, что на большее никто уже и не пойдет. Поскольку степень исполнения обязательств находится примерно в районе 75%, мы можем продолжать говорить о крайней неэффективности этой сделки, даже уже не ссылаясь на то, что есть регионы, такие как Ливия, Нигерия, Соединенные Штаты Америки, которые за счет роста активности компенсируют вообще все эти усилия. В центре внимания трейдеров по-прежнему остаются данные по запасам нефти. Почему? Потому что каждый из отчетов, которые опубликуются в Министерстве энергетики США, это сигнал потенциального сокращения глобального производства. Предложение, присутствующее на мировом рынке, а черного, а золото. Мы разбирали, опять же, в контексте такой логики этот релиз еще на прошлой неделе. Я думаю, она всем понятна и очевидна. Снижение запасов — это надежда на то, что нет все-таки будет расти, поскольку предложение снижается. А против, если запас увеличивается, подтверждение низкого спроса и сверхпроизводства, собственно, которое присутствует тоже. В первом случае это поддержка дефицировок нефти, во втором — это, собственно, снижение. На прошлой неделе у нас были данные, указывающие на то, что запасы снизились, коммерческие запасы на самый существенный уровень с начала 2017 года. Но куда более важными для рынка выступили данные уже по объему добычи. Производство нефти в штатах выросло на 79 тысяч, поэтому я считаю, что если и в этом среде статистика будет похожа, и участники рынка смогут снова навалиться на котировки нефти и повторно предпринимать попытку протестировать отметки в 50 долларов за баррель. Все пока к этому идет. Российская валюта 59,08. Хорошо то, что нефть просела, а то, что основное ослабление актива пришлось уже на вторую половину вчерашней торговой сессии, мы можем рассчитывать на то, что сегодня с открытия торгов на российской валютной бирже давление на рубль будет более выражено, нежели чем вчера. Поэтому с текущих котировок 59,08 я считаю то, что примерно к 11 уже 0,0 по московскому времени пара будет котироваться выше отметки 59,30 или даже еще на более высокой планке сопротивления. Наша с вами цель это 60. При реализации сценария движения бренда в районе 50, собственно рубль будет вынуждена ослабнуть себя к этим рубежам. Пока что российская валюта пользуется поддержкой традиционного под конец, под завершением месяца налогового периода, который в априори, конечно же, повышает спрос на рублевую ликвидность, поскольку экспортеры начинают менять, конвертировать валютную выручку в рубли. Обязательство, собственно, в этом месяце больше 800 миллиардов рублей. Налоговый период это локальный фактор поддержки, он очень быстро сойдет с рынка, собственно, как это происходит в конце каждого месяца. И рынок оказывается, ну, российская валюта оказывается наедине с тем, что происходит в секторе уже энергетики и в том, что происходит с брендом. Здесь мы уже с вами определились, поэтому снова актуализируем наши прежние цели. Это ждем рубль выше 60. Ближайшие ценовые ориентиры верхняя, собственно, планка коридора 62-63. Есть все основания, чтобы добраться до этого уровня. Доллар японская иена. Волатильность высокая, еще более интересное движение. Нас ждут впереди по мере, опять же, роста рыночного интереса к встрече и выступления. Джанат Елин в Джексон Холли. Я хочу начать анализ пары доллара японской иены вот с довольно интересной сделкой, которую предложили Сити. Если, может быть, моя позиция, тот анализ, который провожу я, является лишь для вас дополнением, хотя это, наверное, правильно. Считаю то, что мою субъективную позицию время от времени стоит размывать еще и прогнозами инвестиционных банков. В данном случае Сити рекомендует покупать пару долларов японской иены с отметкой 109.30. Мы сегодня уже видели этот уровень. В принципе, уже должны, по идее, в соответствии с данной рекомендацией, находиться в длинных позициях. Техпрофит можно поставить на отметке 111.50, 100% по 107.85. Друзья, Сити считает то, что эта идея может быть реализована в перспективе ближайших двух недель. Ну и, конечно же, она базируется на том, что комментарии, которые мы сможем услышать от представителей ФРС, они по-прежнему будут более жесткими. То есть, участники рынка рассчитывают получить больше конкретики по перспективам денежно-кредитной политики уже до конца этой недели. И, соответственно, если риторика Джанет Геллин будет в жестком ключе, тогда доллар сможет заручиться поддержкой вот этого самого импульса, фундаментального роста, которого он действительно и реально достойный. В целом, то, что происходит сейчас в паре доллара японской иена, больше отражает спрос на защитные активы по факту тех новостных событий, которые разворачиваются в глобальной экономике и тезисно по всем заголовкам СМИ. Снова особое внимание трейдеров сейчас к ситуации на корейском полуострове. Почему ситуация снова? Это интересно, поскольку, как вы знаете, несколько дней назад было инициировано решение о поведении совместных учений Южной Кореи и Соединенных Штатов Америки. Самая настоящая игра с огнем, самая настоящая провокация только уже со стороны Соединенных Штатов Америки. Будем надеяться, что Сочи Северная Корея будет подвержена в меньшем ключе на эти провокации, нежели чем Трамп на провокации со стороны Северной Кореи. Не хотелось бы снова в прошествии всего лишь нескольких торговых дней опять же в омут уходить во все, где геополитические риски, форс-мажоры, эскалацию напряженности и говорить о том, что нельзя сейчас нигде заработать, кроме как защитных активов, к которым относится японская валюта. Хочется уже говорить про экономику, про статистику и хочется уже собственно обсуждать перспективы денежно-кредитных политик без вот этих форс-мажоров, которые появляются на рынке. Надеюсь то, что перспектива обострения военного, военной напряженности, она так и останется лишь в порядке обсуждения в отношении Северной Кореи и США. И мы все-таки сможем больше сфокусироваться на симпозиуме в Джексон Холле и уже послушать то, что будет озвучено и Джанет Йеллин, и собственно Марио Драги. По американцу, друзья, у нас до выступления Джанет Йеллин еще будет несколько ревизов, на которые обязательно стоит обратить внимание, поскольку сейчас уже постфактум последних протоколов, отсутствие единственного позиции среди представителей ФРС по поводу роста процентных ставок, ясно и очевидно, что только сильная статистика, особенно сильная по инфляции, а до этого еще и в заработных платах, и в рознице, может позволить все-таки измениться этому балансу пока, а в сторону перевеса тех, кто ратует за более жесткую монетарную политику. Нужна сильная статистика и сильные данные. Впереди завтра данные по производственной активности в СПЕР-услуг, посмотрим за этим отчетом, мы традиционно настраиваемся на то, что статистика не разочарует. Доллар-японская иена, сейчас котировки 109.26, отошли мы от минимума вчерашнего дня, 108.62, в принципе, рост больше 60 пунктов, неплохое восстановление, но все равно нужно обольше сейчас, нужно, чтобы доллар-японский иен оказался выше отметки 110, иен против доллара. Только после закрепления выше этой планки мы сможем выдохнуть и уже не говорить о рисках того, что пара окажется ниже отметки 108.50. Евро против доллара в ожидании Драги. Драги вернулся из отпуска, сейчас у него впереди два выступления. Это в Германии, который состоится в среду, и вновь, разумеется, в пятницу, в Джексон-Коле. Что мы ждем здесь? Сразу хочу сказать, друзья, наверное, будет крайне непредусмотрительно с его стороны сейчас конкретно заявлять рынку о перспективах программы количественного смягчения. Рынок крайне нервозен сейчас, и любое неправильное слово может вызвать крайне повышенную турбулентность и волатильность. О перспективах экономического роста Драги, скорее всего, будет говорить больше, чем о монетарной политике, вообще о состоянии экономики еврозоны. И в этом, как раз исходя из такой позиции, я хочу отметить то, что мягкая риторика будет все-таки больше преобладать, поскольку для нее аргументов, на мой взгляд, все еще больше. Драги обязательно будет говорить про текущий курс евро. И если руководствоваться мандатом Европейского Центрального Банка, понимая то, что ЕЦБ не только планирует разогнать инфляцию, но и все-таки и сохранить показатели экономического роста на оптимальное значение, Драги, конечно же, лучше, чем я понимаю, чем чревата для национальной экономики более дорогая национальная валюта. Он не может сказать напрямую то, что евро слишком дорог, поэтому думайте сами, скажем такое, вербальное заявление о составной Драги рынку, что будет дальше со стороны наших усилий, то есть усилий как бы Европейского Центрального Банка. Поэтому, скорее всего, между строк будут заявления, направленные на то, что еще большее укрепление евро может стать причиной, способной сказаться на темпах экономического роста и подорвать все эти действия, которые, эффективности действия, направленные на разгон инфляции. Соответственно, если рынок правильно прочитает эти сигналы и не будет придумывать ничего, тогда мы сможем увидеть ослабление европейской валюты. И, как я уже отметил в начале брифинга, евро может пролиться очень даже неплохо на несколько фигур, уж точно, учитывая масштаб вот этого важного новостного события. То есть по европейской валюте, в принципе, расклад у меня на выступление Драги один, он не изменится. И завтра, и послезавтра я считаю то, что евро должно сейчас стоить ниже, и считаю то, что мы можем легко оказаться на отметке 1.16 уже под закрытие текущей пятидневки. Доллар канадец сегодня в центре внимания, потому что отчетов не так уж и много, в 15.30 у нас роничные продажи по Канаде. Мы помним, как трейдеры активно реагируют сейчас на то, что происходит на рынке национальной статистики, поскольку в каждом отчете ищутся дополнительные прилоги, чтобы Банк Канады снова повысил процентную ставку. Если бы сейчас у нас нет, держалось на высоких значениях, я бы в целом положился сейчас на макроэкономический отчет и позволил бы допустить однозначность, опять же, реакции рынка. Если сильные данные, то канадец бы укрепился. Если слабые данные, то канадец бы укрепился. Но сейчас у нас рынок нефти снижается и снова претендует на то, чтобы оказаться в районе 50. И вот что-то подсказывает мне, что в этот раз тест этого уровня будет удачным. Поэтому, друзья, текущие котировки 1.2550, с вашего позволения, давайте сделаем так, это уже те самые ценовые уровни, которые позволяют нам снова вернуться к активности, к торговле. Поэтому, то это валюты активов. Поэтому, если вы хотите рискнуть и в расчете на то, что доллар будет расти дальше, нефть будет снижаться и все-таки Банк Канады спустя, скажем, месяц во время следующего выступления отметит то, что пока до конца года больше не будет торопиться с ростом процентной ставки, к этому уже, к этой риторике стоит подготовиться. Все эти фундаментальные события имеют один эффект на пару доллар-канадец. Это импульс и рост, и, собственно, поддержка. Поэтому планка 1.2550, но еще было бы лучше, если бы у нас сейчас была возможность скупить пару с отметкой 1.25, можете подождать, если хотите свести риск к минимуму. Но лично я попробую поспекулировать снова, даже несмотря на то, что уже неоднократно обжигался по канадцу, и попробую подкупить с ближайшей целью 1.28. Американский фондовый рынок немного восстановился после потерь конца прошлой недели. Настроение улучшается. Рынок все-таки больше сейчас склонен к реакции на заключительные, собственно, показатели квартальных деятельностей компании. И, разумеется, так же, как и участники валютного рынка, фондовики тоже ждут выступления Джанет Йерин, и не только на симпозиуме в Джексон-Поле. Рынок фонды американские всего лишь на 2 с небольшим процентом недостают до исторических максимумов. И, честно говоря, друзья, есть идея, которая указывает на то, что до конца этой недели американская банда в очередной раз перепишет исторические максимумы. Но это только как то, что на рынке обсуждается, и та позиция, которая есть. И я все-таки, как и раньше, пока не рекомендую торговать американским фондовым рынком. Золото по-прежнему остается на локальных максимумах. 1.288 сейчас пунктов. Для золотого актива все будет зависеть, опять же, от риторики Джанет Йерлин. Если представители, опять же, трейдерского сообщества, покупатели доллара, продавцы, вообще те, кто интересуются американской валютой, получат подтверждение, либо конкретику по перспективам денежно-кредитной политики США, и услышат более жесткую риторику со стороны Джанет Йерлин, тогда доллар, соответственно, крепится, и золотой придет снова снижаться. Если окажется, что риторика Джанет Йерлин будет поддерживать позицию лагеря представителей ФРС, которые склоняются к выжидательной позиции и не будут, собственно, голосовать за повышение процентной ставки до конца 2017 года, тогда, разумеется, будем наблюдать уже обратную динамику. Это движение золота выше 1300 долларов за тройскую унцию. Если это сопротивление падет, то там уже в игру подключится еще и техника, которая только на одном лишь импульсе сможет затащить золотой актив повыше. Я все-таки придерживался пока первого сценария, когда золото окажется под давлением доллара, тем более, что в отношении американца я уже дал несколько сигналов, почему американская валюта может укрепиться. По фунту пока все без изменений. Фонд ждет данные по экономическому росту, по ОВП и готовится к очередному туру, раунду переговоров по Брэкзиту. Все те риски, которые уже были озвучены, они сохраняют в своем актуальности. Так, из важных событий. Сегодня в 15.30 ждем ручные продажи по Канаде, и в 23.30 это статистика от Американского института нефти по запасам. Тоже, в целом, уже проговорили про ожидания этим релизом. Остается только пожелать вам удачной торговой сессии. Вместе готовимся к встрече в Джексон Холле, собственно, следим за новостным фоном. Если что-то интересное появится на рынке до выступления озвученных руководителей ЦФБ, первым делом, как я всегда, в прямом эфире через перископ я вам обо всем расскажу. Но с вас обязательно пристальное внимание, максимальный контроль к рискам, и, разумеется, адаптивность к тому, что происходит на рынке. Одна голова хорошо, несколько еще лучше, поэтому давайте совместными усилиями, через обсуждения, опять же, через комментарии, через дискуссии, на форуме о маркетсе, на канале на YouTube, будем расширять на трейдерское сообщество, и все-таки совместными усилиями выводить это сообщество на такие медианные прогнозы, которые и станут золотой серединой по любому инструменту, попадающему в поле зрения и нашего фундаментального анализа. Совместными усилиями, друзья, уверен, что инвестиционные решения будут там более интересные, более перспективные, поэтому не стесняйтесь, подключайтесь к обсуждению и к дискуссии. На этом, собственно, все. Всего доброго. До свидания.